Первый канал и компания Телеформат представляют Детектив Игорь Лукин подъехал к офису детективного агентства. Буквально у входа он увидел девушку, которая упала в обморок. Девушка. Девушка. Вы меня слышите? Девушка. Алло. Что ж такое-то? Ну-ка встаем. Что с вами случилось-то? Я упала. Вы как себя чувствуете-то? Да и голова закружилась что-то. Да вы сознание потеряли. Маш как зовут? Оля. Лапшина моя фамилия. Вы знаете, у меня офис рядом. Давайте зайдем туда, хоть чай горячий выпить вам явно это не повредит. Да я просто трыня не спала, а вот голова и закружилась. Не спите? Вы хоть ели что-нибудь? Нет, не хочется. Ну вот, такая худенькая, все голоду морите. Вы что? Ну-ка пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Тихо, 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 тихо. Идемте. Проходите. Я у вас там табличку видела. Это что, детективное агентство? Да, детективное агентство. А я честный детектив. Меня зовут Игорь Петрович. Ой, меня у вас сам Бог послал. Вы же понимаете, у меня беда случилась. Может быть, вы можете мне помочь? Обязательно помогу. Давайте я вам помогу раздеться. Глент, организуй к нам чайку. Да покрепче. И сахар не жалей. Представляешь, девушка в обморок упала. Да, конечно, сейчас. Проходите. Расскажите, что у вас произошло? Понимаете, пропал мой друг, Гриша. Григорий Зырянов. Это мой... Я догадался. Мы познакомились пару месяцев назад в фитнес-центре. Потом он стал оставаться у меня, мы стали жить вместе. Спасибо, Лен. Спасибо. Продолжайте. А три дня назад он пропал. На звонки не отвечает. Я с сердцем чувствую, с ним что-то случилось. Вы пейте чай-то, пейте. Горячий чай вам поможет. А может, к нику? Говорят, сосуд расширять. Нет, мне нельзя. Скажите, Гриша, где работает, чем занимается? Вы знаете, я, в общем-то, немного знаю. У него бизнес. А какой? Вы знаете, я особо не интересовалась. Мы просто любили друг друга. Я знаю, что он женат. Но он обещал развестись. Правда, он так сказал. Вы понимаете, я же не могу сама идти в офис. Боюсь его подставить. А вы мне его координаты дайте. Адрес, телефон. Попробуем разобраться. Скажите, а у вас случайного фотографий нет? Есть. Да, у меня вот здесь сумочки. Вот. Вот что, Лен, скажи Федору. Пусть отведет Ольгу домой, как только ей лучше станет. А мы с тобой в офис к Зырянову. Ну как, вам лучше? Да. Вот видите, что делает? Крепкий горячий чай. Детектив Лукин и помощница ехали в офис Григория Зырянова. Обычная история, Игорь Петрович. По матросил и бросил. Ну, если все как-то говоришь, то это дело у нас много времени не займет. Ну да. Девушка-то, между прочим, в положении. Чего ты взяла? Женская интуиция подсказывает. А вот мне интуиция сыщика подсказывает, что в этом деле все не так просто. В офисе Зырянова детективов встретила взволнованная секретарша. Скажите, Григория Зырянова мы можем видеть? Извините. Григория Александровича нет на месте. А когда будет, не подскажете? Нет его. Я вам еще раз повторяю, его нет. Я не знаю, когда он будет. Извините, я не знаю, когда он здесь появится. Дело в том, что я частный детектив. Меня зовут Игорь Петрович. Скажите, когда последний раз вы видели своего шея? Вы частный детектив? Вы нам поможете? Постараюсь вам помочь, если вы успокоитесь и все мне подробно расскажете. Что здесь у вас происходит? Да его нет уже целых три дня. Все дела стоят. Уже клиенты партнера телефона оборвали. Меня все орут. Я только секретарша, понимаете? Только за телефон, за чай, за кофе отвечаю. Успокойтесь, вы так не переживайте. Ну, он предупреждает всегда, когда уезжает отдыхать или в отпуск. А тут ни ответа, ни привета. Ушел из офиса и не вернулся. Скажите, а у вас в последнее время здесь ничего странного не происходило? Может, конфликты какие-то были там с конкурентами, с поставщиками? Говорят, я не знаю, я в его дела не влезаю, потому что Григорий Александрович сам решает все дела, сам. Мы для него только исполнители, мы в его дела не влезаем, лишних вопросов не задаем. Значит, вы говорите, на мобильную ему звонили? А на домашний пробовали? Конечно, жена Антонина подошла к телефону и сказала, что он решил отдохнуть от всех. А мне он ничего не сказал. Меня здесь разорвут на части. Вы вот что, вы мне телефон и адрес жены запишите, пожалуйста. Скажите, а может, у него еще какие-то родственники были? Ну, к кому можно обратиться? Да, был друг Николай, а ему-то я как раз и забыла позвонить. Да вы не волнуйтесь, мы с ним свяжемся. Вы его телефон-то знаете? Да, конечно, Григорий Александрович просил иногда связаться с ним. Так вы вот тоже запишите его телефон. И еще, если вдруг что-то вспомните, или он объявится, позвоните мне, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Так вы куда сейчас поедете? К Николаю или к жене? Я думаю, к Николаю. Ты же видишь, что действительно не так просто. Зарянов действительно пропал. Да-да, ты вот что, ты отправляйся в офис, мы там с тобой встретимся. Я Федору позвоню. Лукин позвонил помощнику и сообщил адрес жены Зарянова. Он дал поручение навестить Антонину Зарянову. Через 20 минут Игорь Лукин был у ближайшего друга Зарянова Николая. Я разыскиваю Григория Зарянова. Исчезновение Григория? Полная ерунда. А кто вас нанял? Я представляю интересы одного из его партнеров. Дело в том, что его несколько дней нет на работе, никто не знает, где он. До этого не может быть. Ну, рванул куда-нибудь на пару дней, устал, наверное. Вы знаете, между нами, говоря, Гриша еще тот ходок. Может быть, уехал с какой-нибудь девицей. Даже так? Да, вот проходите, проходите. Да, как бы опять не вляпался в какую-нибудь историю. Да, а что вы имеете в виду? Ну, вот, например, недавно у него роман был с Людкой Афанасьевой. Так Гриша не рассчитал, что у этой мадам муж весьма ревнивый тип. А тот вычислил его и все настаивало встречи. Понятно. Скажите, а сами вы когда последний раз видели вашего друга? Пару недель назад. Работа, дела. У обоих времени нет, сами понимаете. Понимаю. Скажите, а если все же предположить, что Григорий исчез не по собственной воле, скажите, кому это может быть выгодно? Он мне все тут про одну сделку рассказывал. Есть один товарищ, Андрей Васильев, уголовник. Я Грише пытался объяснить, что связываться с ним не стоит. Хорошо. Спасибо. Скажите, вот на фотографии, кто это с вами? Это Антонина, жена Гришина. А вы разве его жену не знаете? Нет, знаете ли, не был знаком. Скажите, а могу эту фотографию взять? Ну, временно, конечно. А вам зачем? Ну, понимаете, будем искать Григория. Придется разговаривать со всеми, кто с ним хоть как-то общался. Ну, ладно. Если надо, берите. Если у вас вопросов больше ко мне нет, я вас провожу. Я опаздываю, спешу. И вообще, вам очень повезло, что вы меня застали дома. Хорошо. Так скажите отчество того Василия, вы не помните? Анатольевич, кажется. Хорошо. Хорошо. Лена, у тебя база под рукой? Да, что нужна информация? Значит, Васильев Андрей Анатольевич. Как говорит друг Зорянова, он контактировал с Григорием, имеет уголовное прошлое, так что, может быть, причастен к его исчезновению. Сейчас проверим. Да, действительно, был судим за мошенничество. Даже два раза. Первый срок условный, а второй три года в колонии строгого режима. Вот это бизнесмен. Ну-ка, есть информация, чем сейчас занимается? Угу. Сейчас у него собственная фирма, которая занимается поставками леса. Есть адрес? Вот. Записывай адрес и наблюдай за ним. Николай в разговоре упомянул семью Афанасьевых. Сергей это хорошо знает, вместе в Мелиссе работали. Вот так Николай утверждает, что Зорянов был любовником жены Сергея, Людмилы. Ну, действительно, Афанасьевы недавно развелись, надо с ним поговорить. Подозреваете его? Понимаешь, тяжело говорить о таких вещах, когда дело касается твоего товарища. Николай говорит, что Афанасьев на встрече с Зоряновым настаивал, так что эту версию стоит проверить. Детектив Лукин стал свидетелем обморока молодой женщины Ольги Лапшиной. Придя в себя, Ольга обращается к детективам за помощью. Пропал ее любовник Григорий Зорянов. Несмотря на заверение жены пропавшего, что муж уехал в город, детективы начинают расследование. Под подозрение попадает деловой партнер Зорянова Андрей Васильев. Тем временем Федор подъехал к загородному дому Зорянова. Кто там? Извините за беспокойство, я помощник частного детектива. Мы расследуем дело об исчезновении Григория Зорянова. У меня есть к вам несколько вопросов. Бред какой-то. Входите, я сейчас выйду. Скажите, а как давно вы видели Григория? Три дня назад. Он уехал в горы на свое очередное восхождение. Он так снимает стресс. Уехал, никого не предупредив? Да, это вполне в его стиле. Уехать никому ничего не сказав. Ну а что, собственно, такого? Он член альпинистского клуба и несколько раз в год он уезжает в горы. А название клуба вы помните? Вы знаете, мне это неинтересно. Неужели он вот так вот уехал, даже на работе не предупредив о том, что уезжает? Этим я тоже не интересовалась. Ну что же, хорошо. Спасибо. До свидания. Детектив Игорь Лукин встретился со своим давним приятелем Сергеем Афанасьевым. Да, Сережа, рад тебя видеть. Ты что, по делу? Понимаешь, тут такая ситуация. Пропал Григорий Зирянов. Я думаю, личность тебе известна. Да знаю. Людка у меня уехал. Да. Так вот, я сейчас этим делом занимаюсь. У меня к тебе просьба такая, Сережа. Расскажи мне об этом в Зирянове. Ну все, что знаешь. Ну, в общем, дело-то такое. Моя Людка работала два года назад в ЗАГСе. Там они познакомились. Она его брак регистрировала. Прям как в кино. Ну да, только я потом это же все узнал. А перед разводом встречался с Зиряновым. Поговорил по-мужски. Нормальный мужик оказался. Даже дома у него посидели. Выпили. Ну, тут недалеко. На Советской. Вот. Да и у меня уже к тому времени все переболело. Подожди. Так ты меня подозреваешь? Я тебе слово даю. Никакого отношения я к этому не имею. Хорошо. Знаешь, говоришь, посидели на квартире, да? Ну да, на квартире. Холостяцкая такая квартира. А адрес? Адрес не скажу. Так визуально показать могу. Федор приехал в один из альпинистских клубов города. Здравствуйте. Молодой человек, а вы к кому? Девушка, вы моя последняя надежда. Я друга ищу. Мы вместе на Эверест ходили. Чем я могу помочь? Вы не могли бы посмотреть? Может быть, он у вас в клубе состоит? Его зовут Григорий Зирянов. Да, Зирянов наш постоянный клиент. У него и клубная карта есть. Прекрасно. А вы не скажете, где он сейчас? Очень хотелось бы его увидеть. Не знаю. Его у нас давно не было. Ну, может быть, он в горы ушел? У вас есть сейчас какие-нибудь группы в горах? Да, у нас на Эльбрусе одна и в Гималаях, но Зирянова в составе групп нет. А вы уверены? Может быть, он один в горы ушел? Молодой человек. Зирянов опытный альпинист и самодеятельностью не занимается. Тем не менее, спасибо большое. Жаль. Очень хотелось друга увидеть. До свидания. Всего доброго. В конце рабочего дня детективы провели оперативное совещание. Да, я узнала, что Васильев дел в детективном агентстве. Вот запись. Слушай, ну был я в детективном агентстве по поводу этого Зирянова. Да исчез он, как сквозь землю провалился. Нет, с договором мы как раз не успели. Вот я и пытаюсь его найти. Ты узнай по своим каналам. Может, будет какая-то информация? Понятно. Значит, он сам обратился к нашим коллегам, чтобы те нашли Зирянова. Выходит, хотя бы в этом вопросе он чист. Что у тебя, Федор? Ну, я проверил версию жены Зирянова. Съездил в альпинистские клубы нашего города. Слава богу, их только два. Ну, оказывается, он действительно состоит членом одного из них, но три месяца последних уже не пользовался их услугами. Что жена не знает, куда уехал ее муж? Или врет? Похоже, мне самому надо поговорить с госпожой Зиряновой. А вы вот что. Вы отправляетесь в его офис, возьмите у секретарши адрес городской квартиры шефа и опросите соседей. Вот фотография жены и Зирянова. Хорошо, сделаем. Да, еще. Осмотрите его рабочее место. Может, среди бумаг найдете что-то интересное. На следующий день детективы вновь приехали в офис Зирянова. Адрес найду. Где-то он у меня здесь был. И вам напишу. А, вот. Валентин, нам нужно осмотреть рабочее место Зирянова. Это сейчас возможно? Да, пожалуйста, проходите в его кабинет. Григорий Александрович оставался в этой квартире. Ему здесь ближе до работы было. Скажите, вы его найдете? Конечно, найдем. Игорь Лукин подъехал к загородному дому Зирянова. Кто там? А, здравствуйте. Я частный детектив. Моя фамилия Лукин. Мне необходимо поговорить с Антониной Зиряновой. О, Господи. Хорошо, входите. Послушайте, я уже сказала вашему помощнику. Мой муж уехал в горы. При мне собрался и уехал. Вы знаете, ваш муж уже три месяца не был в альпинистском клубе. Он действительно пропал. Ну, он мог просто и не зарегистрировать свое восхождение. Такое тоже вполне может быть. Я не понимаю. Вы точно не знаете, где ваш муж. Он вам не звонит. Никакой информации о себе вам не дает. И вы не волнуетесь. Вам что, все равно? Ну, послушайте, я абсолютно уверена, что с ним все в порядке. Он совершенно взрослый человек. Ну, что с ним может случиться? Ой, извините, пожалуйста, что забершила. Водички можно попросить? Боже мой. Извините еще раз, пожалуйста. Лукину реакция супруги на исчезновение Григория показалась странной. И он решил установить в доме скрытую камеру. Прошу вас. Да, да, спасибо. Вы меня извините за бестактный вопрос. Я знаю, что вы собираетесь разводиться. А вот это не ваше дело. Я удивляюсь вообще, как вы можете задавать такие бестактные вопросы. У нас в семье все в порядке. Да, только у меня другая информация. Я совершенно точно знаю, что муж с вами уже месяц как не живет. Кто вам сказал? А, так это правда. Как вы смеете? Это не ваше дело! Смела, поймите, у нас в семье все в порядке. Я никому не позволю вторгаться в свою личную жизнь. Вон отсюда! Хорошо, хорошо. Не волнуйтесь, хорошо. До свидания. До свидания. В машине раздался звонок секретарши Зеряна. Валентина, слушаю вас. Игорь Петрович, все в порядке. Это Валентина, секретарь Григория Александровича. Он нашелся. Григорий Александрович. Он написал смс-ку, с ней все хорошо. Он в горах. Я понял. Я понял вас. Вот что у меня к вам просьба. Вы сообщения-то не стирайте. Я сейчас еду к вам, и я хотел бы сам на него посмотреть. А, конечно, как скажете, я вас жду. Пока Лена находилась в офисе Зерянова, Федор приехал на городскую квартиру Григория, чтобы опросить его соседей. Здравствуйте. Я помощник частного детектива. Вы не могли бы мне помочь? Ну, что ж мне помочь? Можно и помочь. Прекрасно. Вот скажите, вам знаком вот этот вот человек? Знаком. Григорий зовут. В 28-й квартире проживает сосед наш. И вы знаете, я не удивлюсь, если с ним что-нибудь случилось. Вы угадали. Он пропал. Пропал? Ну, что ж, допрыгался. Музыка грохотала с утра до ночи, девок водил. Но мы милицию уже вызывать хотели. Скажите, а когда вы его в последний раз видели? Да где-то месяц назад. А вы знаете, вот эта женщина, которая на фотографии, она приходила. Так это же его жена. Она разве здесь не проживала? Жена? Гриша жена? Ой, бедная. Ой, женщина. Ой, повезло с мужем. Я ее всего один раз видела. Кстати, дня два назад. Прохожу, а она в Гришкину комнату заходит. Я еще удивилась, женщина незнакомая. А что скажешь? У нее свои ключи были. Вот так. Спасибо большое. Вы нам очень помогли. А вы, Гриша, найдете? Конечно, постараемся. Найдем. Ну, удачи вам. Удачи. По просьбе Ольги Лапшиной детективы разыскивают ее любовника Григория Зырянова. Детективы выяснили, что у Зырянова, помимо загородного дома, в котором живет жена, есть городская квартира. Соседка Зырянова по подъезду впервые увидела жену два дня назад, а самого хозяина не видела месяц. Внезапно секретарше Зырянова приходит сообщение от Григория. Игорь Петрович, а зря мы так волновались. Вот, посмотрите, с Григорием Александровичем все в порядке. Так, Валя, ищу удовольствие на Чигете, атмосфера интереса, трепетного ожидания новых и ярких впечатлений от российского альпинизма Григорий. Вот, видите, все хорошо. А вас ничего не настораживает в этом сообщении? Он всегда так писал? Ну, а что тут должно настораживать? Горы, воздух, романтика, по-моему, все хорошо. И ничего о делах, ни слова, ни о партнерах, ни о клиентах. Правда. Ну, я звонила ему, просто в горах, наверное, плохо берет телефон. Я ему смс-ку послала, спросила, когда он вернется. Я думаю, ответа можно и не дождаться. Игорь Петрович, я тут кое-что нашла в документах у Зырянова. Оказывается, у Зырянова и Антонина был заключен брачный договор. Интересно, действительно интересно. По этому брачному договору в случае развода супругов или смерти Зырянова Антонине не достается ничего. Так называемый режим раздельной собственности. Значит, у госпожи Зыряновой есть мотив? Я думаю, она сейчас предлагает все усилия, чтобы найти местонахождение этой бумаги. Это что же получается, что жена украла Григория Александровича? Валентин, вы успокойтесь. Успокойтесь, мы во всем разберемся. И самое главное, никому ни слова. Детективы установили наблюдение за домом Зырянова. На экране текла размеренная жизнь. Да ничего пока. Телевизор смотрит, пасьянс раскладывает. Скукодища. Антонина, наверное, рассчитывала, что Зырянов держит контракт у себя в квартире, но где она ни разу не была. Но там его не обнаружила. А СМС-ку она писала уже после моего визита, ну, чтобы подкрепить свою версию. Да, причем СМС написано с телефона Зырянова. Значит, либо он оставил телефон дома, а сам уехал на Чигет. Либо она причастна к исчезновению своего мужа. Да, но как она могла одна справиться со здоровым мужчиной? Наверняка, когда у нее был сообщник. Тоже вопрос. Но меня сейчас больше интересует это сообщение. Если бы Антонина писала его за Зырянова, но написала что-нибудь дельное, а здесь... Чушь какая-то. Вот раньше, если человек отправлял телеграмму, всегда можно было следить, откуда она пришла, правильно? А сейчас СМС-ки. Да. Short Message System. Что? Система коротких сообщений. Система коротких сообщений. Может, действительно, он что-то зашифровал в этом послании, а? Мне Антонина обещала переслать эту СМС-ку. Сейчас я ее найду. Угу. Самое простое, это что? Это по начальным буквам, да? Расшифровать. Ну-ка, Лен, бери ручку, записывай. Готова? Валя. Ищу радости и удовольствия на Чигете. Атмосфера интереса. Трепетного ожидания новых и ярких впечатлений от российского альпинизма. Григорий. Записала? Угу. Ну-ка, что там получилось? Выручай и Тоня враг. Выручай, Тоня враг. Значит так, Федор, собираемся, отправляемся быстро к Антонине. Может, мы еще успеем. Зарянов жив. Лен, будь на связи. Смотрите, Игорь Петрович, госпожа Зарянов, и кто-то пришел. О, да это Николай. Слушай, мне здесь страшно, как от ноги еще тут детективы ходят. Слушай, а может быть, они что-нибудь разнюхают? Не волнуйся, дорогая. У тебя абсолютно нет никакого повода. О контракте никто не знает. Ты, Гришка, дурак, представляешь? Отдал копию мне на сохранение. Ну, адвоката можно подкупить, а меня нет. Ой. Слушай, ну, ну а где же оригинал-то? Я его обыскалась. У него в квартире искала. Нет, здесь его нет. Ну, ты плохо искала. В следующий раз пойду я. С Григорием нам нужно кончать. Держать его в подвале становится опасно. Коля, я боюсь. Мне страшно. Ты что, не понимаешь, от этого зависит наше счастье. И наши денежки. Да, да. Мы вывезем его к озеру, тело сбросим в воду. Искать его будут долго. А мы тем временем, дорогая моя, будем греться на солнышке, ну, где-нибудь на шикарном курорте. Добрый вечер, господа. А что у вас тут происходит? Где-то опять вы? Тихо, все, все, успокойтесь, успокойтесь. Да, теперь это не только мое дело, а еще дело милиции. Сволочь, я бы тебя оставлю, у нас скатило, ты говоришь. Тихо, все, успокоились. А теперь я вам предлагаю вместе со мной проследовать ближайшее отделение милиции. И, как говорится, чувство сердечной признания смягчает наказание. Николай, что это он говорит? Я никуда не поеду. Кнись ты, дура. Да, кстати, тот самый контракт, который вы искали, находился у вашего мужа на работе. Это все ты. Это из-за того, что ты начал мне изменять. Я боялась, что он захочет со мной развестись и все заберет. И ничего у меня не оставит. А мне на ненужный будет дальше жить. Даже негде. Да не волнуйтесь, будет у вас крыша над головой. Только окошко будет с решеткой. Нет, это все он. Да он меня договорил. Я пошел пообедать. Здесь, благо, мое любимое кафе недалеко. Смотрю, останавливается машина Николая. Из нее выходит моя Антонина. Что ж ты мне не звонишь? Я соскучилась. Ну ладно, Криш, мне надо встал поговорить. А что мне с тобой разговаривать? Поехали, Гриф. Ну не дуйся ты. Давай. И черт с вами. Давай. 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 А дальше вы знаете. Привезли в загородный дом, связали. А, Гришенька, ужас какой. Требовала, чтобы я сказал, где находится брачный контракт. Ну езжу, понятно. Скажу я, не скажу, конец-то один. Через три дня дала мне телефон на пять минут, чтобы я написал сообщение своей секретарше. На, пиши своей Валечке, что ты уехал на Чигет, что ты жив-здоров. И ни слова возвращения, понятно? Хорошо. Ну что, память-то не вернулась? Не вспомнил, где эта чертова бумага лежит, да? Смотри, сволочь, это в твоих же интересах найти ее. Тоня хотела, чтобы все выглядело проводоподобно, но моя Валечка все равно бы ничего не поняла. Да, но спасли-то вас благодаря Ольге. Это она тревогу забила. Но дальше, как говорится, дело техники. Так что, если бы не Ольга, все бы думали, что вы в горах. Теперь я моей Олечке жизнью обязан. А в горы может вместе махнем? Нет, Гриш, мне нельзя. Я хотела тебе сказать, знаешь, я, кажется, жду ребенка. Вот это да. Вот так сюрприз, неужели я, наконец, стану отцом? Моя женская интуиция тебя не подвела. Николай и Антонина находятся под следствием. Зырянов подал на развод. Беременность Ольги Лапшиной протекает нормально.